Приветствую вас. Сразу прощу меня извинить. Я не очень понял, не полностью понял ваш текст. Мне показался он несколько успевчивым, мне показался он несколько скомканным, особенно в конце. И, соответственно, ваша мысль и то, из чего вы делаете выводы, для меня осталось несколько нераскрытым. Общее настроение вашего текста, такое, знаете, раздраженно-затревожное, да, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что вы имеете некоторые проблемы с самореализацией. Вот. И, я думаю, с самооценкой. Но, конечно, здесь нужно разбираться, чтобы быть уверенным в том, о чем я говорю. Итак, я замужем, двое детей. А вот замужество ваше, оно, насколько, ну, делает вас счастливой. То есть вы, будучи замужем, да, чувствуете себя в замужестве как? Хорошо, комфортно, вот. Какие у вас отношения с вашим мужем? Какие они? Как вы их устраиваете? На основании чего? Потому что, вот, складывается, опять же, такое впечатление, да, что больше вы тяготеете именно, вот, какому-то такому, знаете, закрытию в своей среде семьи, как будто бы боитесь чего-то. Мы давно общаемся с соседями, я по натуре человек малодоверчивый, но давно подружились с ними. А с чем связана ваша малодоверчивость? Ведь, понимаете, малодоверчивость, это история про то, что я никому не доверяю. В принципе, ну, не надо никому доверять. Важно, чтобы вы, в принципе, доверяли как-то себе, да, важно, чтобы вы, ну, прислушивались к себе, да, чтобы вы как-то, ну, понимали, вот, чего вам хочется, вот, чтобы вы чувствовали это все. И, в принципе, ну, наверное, этого достаточно. То есть, вопрос здесь, на мой взгляд, в том, вот, когда вы говорите, что малодоверчивый человек, что вы в этом смысле имеете в виду, да, то есть, ну, вот, ваша малоповерчивость, она какая, да, она про что? Она с чем связана? То, что, ну, вот, то, что вы, там, мало кому доверяете, вот, потому что, ну, на самом деле, как я уже сказал, да, то, что вы не должны доверять кому-то, да, если вам этого плюс-минус как-то не хочется, вот. Но, все-таки, вот, хотелось бы как-то, ну, как-то понять тут ваше, точнее, состояние, да, в этой истории, и хочется понять, вот, откуда проистекает это недоверие. Недоверие, малодоверчивость, вот, и, соответственно, соответственно, ну, можно ли, да, к примеру, можно ли для вас с этим что-то сделать? И хотите ли вы вообще с этим сами что-то делать? Вот. Потому что в этом случае, который, ну, вот, который вы описываете, я боюсь, что речь больше идет не про недоверие или малодоверчивость обратно, что вы не доверяете сами себе. Так, значит, строили-строили и, наконец, построили. Мужья наладили приятелские отношения или дружеские, не знаю, ему виднее. А я с его женой нет. Как вы понимаете, что есть дружба, а что нет. У вас есть подруги? Други. Ну, я имею ввиду, подруги вообще. Со временем общения, от случая к случаю мы больше переписываемся в чате, чем встречаемся. Дети родились, ходили, ходили друг другу в гости, но все по возможности. По возможности кого? То есть, ну, вот, ваши или соседки? Мужья, кумарья, но я побаиваюсь, что они этим будут спекулировать и манипулировать, особенно соседкам. Мне не нравится, что она хвастливая и все время подчеркиваю, что все знают. А как это, как это задевает вас? Ну, окей, ну, ослевый человек, ну, значит, он считает, что нас знает. Ну, так, по большому счету, каждый уверен в том, что он знает. Вот. И вы, наверное, наверное, тоже считаете, что все знаете. Вот. Как и ваш сосед. Вот. Вот. Вы говорите о том, что боитесь, что мужья будут спекулировать. Вот. Я не очень понял, кто чем будет спекулировать и чем для вас это страшно. Вот. То есть, здесь вы, как будто бы, опасаетесь, что, значит, ну, что-то вроде сравнивания будет. То есть, вас будут сравнивать. Вы опасаетесь того, что сравнивать, вас будут сравнивать, естественно, ну, как-то вот не в пользу ваших будет. Вот. Так давайте перейдем сразу, в общем-то, к делу, да. Если вас будут сравнивать и вас это заденет, то как и чем вас это может задеть. Вот. Давайте на это сразу обратим внимание. Так. После начала общения она попросила меня о помощи и у меня сложилось впечатление, что я ей не совсем угодила, хоть сказала спасибо и все такое. Почему же у вас сложилось такое впечатление? Лучше не обесцениваете ли вы себя здесь? Я на всякий случай от нее отстранилась и не общалась какое-то время. На всякий случай на какой? От чего вы отстранились? Почему? Здесь ситуация выглядит так, как будто бы вы сами поспособствовали отдалению вашему от нее. Так, значит, я на всякий случай отстранилась, не общалась какое-то время, потом она мне написала в чате, с чего не приходишь, не звонишь, не пишешь, я, может, тебя обидела, ты скажи, я написала что ты, о чем, я тебе и клятвенно не обещала ничего и меня никто не обижал. Чего именно вы клятвенно не обещала. Вот. Понимаете, опять же выглядит так, что человек просто вот в своей форме говорит, что все ли нормально, почему не приходишь, а вы, эээ, говорите, я клятвенно ничего не обещал. О чем? То есть ощущение, что это вы отталкиваете человека. Вот. Потом вроде продолжили общаться, время от времени ходили, но она все равно со мной без энтузиазма общалась. О каком, простите, энтузиазме здесь идет речь? Что это такое? Это первое. Для чего вам этот энтузиазм? Это второе. В-третьих. Разве человек не проявляет энтузиазм тем, что пишет вам сам и спрашивает? Мне очень больше кажется, что вы отталкиваете человека, ну, правда ли можете рассчитывать на энтузиазм общения с вами? Тебе родились девятяна, сейчас осталось писать, спрашивать, как дела и прочее. Ну, это нормально. Свою точку зрения я озвучу, что я не из тех людей, которые доверяют всем подрат. То есть, как бы, какая у вас позиция-то? Вы говорите, я не из тех людей, которые доверяют всем подрат. Так и не надо доверять всем подрат. Но проблема-то в том, что вы не доверяете себе. Мужу говорю о том, что она мне не больше, чем приятелей, хотя они по статусу крестного соседа считают нас друзьями. Так, а зачем вы говорите мужу про то, кто она вам? То, что они вас считают друзьями по статусу крестного соседа, разве это не означает, что эти люди хотят с вами сближаться? Мне это не по душе, как манипуляция звучит. Манипуляция в чем? Меня смущает то, что дети будут ходить, дети будут в одной школе, в саду, это факт. И она, они, кто они, будут сравнивать детей, в итоге рассоримся. Из-за чего? Ну хорошо, будут сравнивать детей, а ссориться-то из-за чего? И проходить мимо будет неприятно. То есть вы как-то вот генерируете здесь апокалиптичные сценарии, не умея жить здесь и сейчас. Знакомы давно, но по общению стал замечать годами истинную их сторону, особенно после рождения моих детей. Что за истинная сторона-то? Вы уверены в том, что правильно все правильно замечаете? Потому что очень похоже на проекцию. Случайно не вы ли занимаетесь сравниванием, например? Дальше не радоваться своим малышам, но чувство разочарования мешает. Разочарование в чем? Или в ком? Понимаете? То есть больше вопросов, если честно. Многие люди занимаются сравнением, но какой-то сопернический, конкурентный дух, как будто бы пока что больше генерируете вы. То есть вам бы вот поменьше обращать внимание на других людей, побольше на себя, разобраться в себе, с уверенностью в себе поработать, с противоречиями внутренними, с чувствами и с реализацией. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...